Всем привет! Это четвертый выпуск второго сезона проекта «Сингента Хелп». «Сингента Хелп» — это проект, в котором мы отвечаем на вопросы, поступившие к нам в агроподдержку компании «Сингента» от вас, зрителей, коллег, партнеров компании «Сингента». Переходите по QR-коду, присылайте свои фото, видео, задавайте вопросы, ставьте пометку «Хелп» и вам обязательно помогут эксперты компании. Сегодня наш выпуск целиком и полностью будет посвящен еще одной модной теме в сельском хозяйстве — защите семян. И у меня в гостях руководитель Института защиты семян в России Павел Мигулев. Павел, я очень рада тебя видеть. Расскажи буквально чуть-чуть о себе, чтобы люди знали, что за эксперта мы сегодня пригласили к нам. Ректор Института, как сейчас шутят, всегда постоянно надо мной. Я закончил Кубанский аграрный университет, сельхоз — самый лучший университет в мире. Всем, кстати, передаю привет, кто это будет смотреть, кто живет в пятерке. После достаточно быстро попал в Сингенту, занимался исследованиями и развитием новых действующих веществ. Потом, кстати, вместе с тобой очень длительное время помотались по стране, от Калининграда до Магадана, посмотрели на все зоны рискованного земледелия. Последние три года я руководил Институтом защиты семян, который буквально недавно открылся в Воронежской области. Это уникальный центр и технический, лабораторный, который поддерживает наших партнеров и клиентов. Этот выпуск будет очень интересен, потому что такого, я думаю, института еще нет в нашей стране. Да, безусловно, это уникальный проект для России, да, и в принципе мы один из крупнейших в мире внутри Сингента являемся, наш институт. Итак, мы собрали вопросы касательно защиты семян, и мы начинаем. К нам обратились с видеовопросом. Итак, внимание, вопрос. Вот такая соя получилась после первого прогона. Вот думаю, весной второй раз прогонять или нет? Или так посеять? И в продолжении видео вопроса хотела бы уточнить еще один момент. В агроподдержку часто приходят вопросы и вот такие фотографии. Можно ли сеять вот такую сою? Действительно, я думаю, что это очень актуальный вопрос сейчас, потому что впереди у нас сев и сейчас все в раздумьях, что делать с семенами сои. И я бы предложил, на самом деле, три путя, как в том анекдоте развития ситуации. Это первое. Можно ничего не делать. Просто взять вот эти семена, которые есть, во время сева населки мы там добавляем 15-20 процентов, и пускай она конкурирует между собой, что-то останется. Все ваше. Тут мы ничего поделать не можем. Второе. Отдать эти семена в любую лабораторию, либо ближайшую. Кто делает схожесть и энергию, после получения этих данных уже можно математически рассчитать полевую годность и понять, сколько действительно килограмм нам нужно для того, чтобы выйти на показатели схожести. И третье. Сделать, как говорится, более расширенный спектр анализов, который бы гораздо полно описал бы ситуацию этого бигбэга, этой партии. И тем самым, на самом деле, можно сильно сэкономить впоследствии на семенах. Что имеется в виду под расширенным спектром анализов для пассивных качеств? Первое. Я бы предложил сделать анализ на травмированность. Так как соя и все бобовые – это твердые культуры, достаточно крупные семена. И момент уборки, переброски, перезагрузки, любые шнеки железные, которые будут встречаться на пути у семени, они могут их повредить. Поврежденные семена, к сожалению, всходят в лабораторных условиях. И лаборатория в первом случае выдаст, что они живые, они всхожие. Поврежденные семена в полевых условиях будут сходить сложнее, на них будут набрасываться все болезни. И, соответственно, они умрут либо в раннем детстве, либо еще совсем где-то под землей. И это будет также потеря денег. То есть мы семенами удобрим почву. И вот на этой фотографии как раз-таки представлено с левого края симптомы повреждения механики. Где вы видите красный цвет, залитый, туда проник краситель. Это живые ткани. А все белые, близко к белому оттенке, это те ткани, к которым краситель не попал. Это является доказательством того, что есть травмы. Видно травмы от другого спектра. Это уже атмосферные, погодные. Атмосферные, да. То есть когда в момент налива есть засуха, высокие температуры, семена, скажем так, скукоживаются и плохо, говорит, савидят. Они есть всегда? Они есть всегда. Практически. Поэтому здесь нужно следить за фунгицидными обработками, за обработками биостимулянтами в этот период. И еще задумываться о формировании мощной корневой системы с детства у растения, чтобы в момент стресса она хорошо, говорит, заработала. Качала. Насосы, чтобы качали. Это вот такие пятна, это повреждения от вредителей. То есть это клопы, которых абсолютно все видели на поле и думают, они тут просто ходят, ползают, но на самом деле они питаются семенами, прокалывают, делают такие проколы, и потом мы видим симптомы повреждений уже на всходах. Поэтому если мы делаем такой расширенный анализ именно на травмы, мы получаем, сколько у нас семян с травмами в процентном соотношении, и сколько нет. То есть вот те семена, которые без травм, с хорошими показателями схожести энергии, как раз таки будут всходить. И это наш целевой показатель. И это еще не все. Если мы хотим прям совсем-совсем-совсем получить лучшие семена один к одному, я предлагаю сделать этому, скажем так, партии еще один анализ. Так называемый разбить на калибры, на размерность, и понять, какой калибр имеет лучшая схожесть, энергию и силу роста. Вот как представлено на картинке. Когда мы видим бурт или партию, глазами все семена у нас плюс-минус одинаковые. Но как только мы их разделим механическим путем на любом зави, где есть решета, сепаратори, воздушно-решетный сепаратори, то каждый размер, тут написано пятерка, шестерка, шесть с половиной, могут иметь различные схожести энергии. А что это будет у нас в поле, если мы все их вместе смешаем? Один раньше зашел, другой позже, и вот это вот чехарда. Когда мы высеваем один калибр с одинаковыми показателями качества, схожести энергии, у нас, кажется, поля всходы как один, с ними дядька Черномор, 33 богатыря, да, и вот в этой сказке там все написано. Вот поэтому для того, чтобы получить действительно хорошие семена, делать расширенные анализы на травмируемость и на вот такую калибровку, так называемую, это сильно сократит расходы на семена, потому что ты знаешь конкретно, сколько посеять, да, и даст уверенность в том, что у тебя получится быстрый равномерный исход. Ну и расширенные анализы всегда можете получить в Институте защиты семян в целом. Все, я думаю, что ты достаточно полно ответил на этот непростой вопрос, и мы можем идти дальше. Вопрос номер два пришел к нам из Тульской области, и, Павел, он достаточно, я думаю, часто задается и тебе. Почему нет клубеньков на корнях сои? И вот фотографии. Все, что связано с инокулянтами, хочется иногда ответить по тому, что. Как в анекдоте. Ну, я опять же, не могу ставить диагнозы по фотографиям, но вот если размышлять, что я тут отмечу. В первую очередь видно, что соя достаточно уже в большом возрасте, да, высокая фаза, и у нас есть два абсолютных следа трактора, геометричных, геометричных. Что это наталкивает на что? Скорее всего, эти следы появились еще в момент посева. За колесами трактора у нас появилась некая колея, которая до сих пор видна. Все скажут, а при чем здесь колея и нет клубеньков? Ну, это наталкивает на мысль, в первую очередь, то, что сев производился не в оптимальные сроки и не в агрономически спелую почву. В 90% случаев не агрономически спелая почва появляется из-за того, что вся подготовка к посеву происходит в весенний период. Не с осени. Не с осени. Все-таки, да, для получения хороших результатов по урожайности, да, и технологичности выращивания сои, почву нужно готовить с осенью. Это диски, вспашка, да, и выравнивание. Весной у нас, это классический вариант, весной у нас там культивация и посев. Если по каким причинам поздно убрали, погода не дала, осенью ничего не получилось, весной, к сожалению, вся эта технология сужается до двух компонентов. Солому дисками загоняем на глубину 10 сантиметров и дальше сеем. И, скорее всего, здесь такая же ситуация произошла, потому что на глубине 10 сантиметров солома по со временем начала разлагаться. Мы в это посеяли свои семена с инокулянтом, и они закисли. Я тебе расскажу историю. Один раз мы приезжали на претензию, почему нет клубеньков, ладно, там соя болела. Почему нет сои? Почему нет сои, да. Мы туда приезжали, очень многие ученые смотрели, какая там болезнь. А причина оказалась в том, что там, где корни сои дорастали до соломы, просто останавливался рост, и соя начинала умирать. Это вот то, о чем ты говоришь, солома. Солома в нынешнее время, на самом деле... А почему солома именно угнетает сою? Как только она попадает в почву, начинается процесс ее разложения, выделяются всевозможные бензольные кислоты, которые являются консервантами. И корневая система нормально в этом состоянии не может расти. И, естественно, бактерии инокулянта не могут нормально заселить корневую систему. То есть это действие одной цепи. В 2023 году была очень достаточно сухая осень. Не было осадков, особенно на юге у нас, там тоже выращивают сои, и много остатков осталось предшествующей культуры. Азот, даже если внесли, он особо не усвоился, сухо было. Как тогда быть? С весной, весной, с посевом азот внесем? Можно ли вносить азот с посевом? Да. Для питания сои азот с посевом абсолютно бесполезен. Но для нитрификации соломы он поможет. И я рекомендую вносить до 20 килограмм на гектар. Не больше? Не больше. Дальше будет угнетение клубеньков как раз таки. Вносим до 20 килограммов азотов на гектар с посевом. Желательно справа или слева от редка кассам. Ну что у вас есть в этот момент. И это поможет как раз таки нитрифицировать ту солому. И через 20-30 дней, когда корневая система активно начнет заселяться клубеньками, соломы этой практически уже не будет и клубеньки появятся. Павел, и вот такой вопрос. Инокулянт, живая культура, в нее, в эту баковую смесь, у нас часто очень любят добавлять всякие дополнительные ингредиенты. Как быть тут? Рецепта приготовления баковой смеси единого нет, я бы так сказал. Но есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Первое. Не нужно добавлять все в одно ведро и классический препарат, инокулянт, сверху туда молибдена и какого-нибудь еще железа, тоже можно сказать цинка, либо, возможно, какой-нибудь бактерицида, чтобы снять эти бактериозы. Все это приведет к однозначной гибели. Вот здесь как раз представлен у нас некий опыт. Вы видите, каждая точка – это одна колония, образующая единица. Мы их смываем с семян и рассеваем. И каждая вот эта чашка Петри – это определенный вариант обработки, который показывает, где у нас не было дополнительных компонентов, кроме инокулянта и классического препарата, там этих точек очень много, это слева. Два других, к сожалению, мы видим, как резко снизилось количество бактерий на семье. Поэтому производители рекомендуют определенные комбинации, вот ими нужно следовать. Как еще правильно приготовить эту комбинацию? Потому что тут есть тоже небольшой нюанс. Как заводить баковую смесь препаратов, все знают. Воду смешали с дозировкой, расчеты все есть. Если мы хотим туда добавить инокулянт, я бы советовал в отдельной таре приготовить раствор инокулянта и премакса, он входит в состав всегда. Он защитит наши бактерии. Именно от химии? От всего. Он выполняет множество функций, питание, защита. А потом уже приготовленный, скажем, такой раствор влить в общий баковый маточный раствор, откуда произойдет нанесение уже на семенах. И в течение 5-6 часов этот баковый раствор нужно выработать. А после высыхания на семенах бактериям ничего не грозит, кроме, наверное, прямого солнечного цвета. Я бы представил дальше таблицу, которая сводит, скажем, все факторы риска, которые могут случиться с инокулянтами, если кому интересно, могут просмотреть и выбрать, что не так, наоборот, убедиться, что правильно все делают. Ну да, достаточно развернутый ответ. Но мы ответили на этот злободневный вопрос и можем двигаться дальше. Вот такой вопрос пришел к нам из Алтайского края, и к нему фотографии. Почему горох полегает и как ему помочь? С чем связано полегание гороха, вернее, как связано полегание гороха и защита семян? Горох действительно еще одна модная культура, назовем так, да. Я бы сказал, что горох – это как соя пять лет назад, сейчас у нас конъюнктура рынка поменялась, и горох действительно выгодно выращивать. Я бы еще задал вопрос, кто прислал, если кто мне ответит, что такое горох мозговых сортов, это мой вопрос из детства, никто не знает, ну, по крайней мере, моем окружении. А я отвечу, почему он полегает, да. Почему-то так сложилось исторически или… Все думают, что горох не болеет. Кроме ржавчины. Кроме ржавчины, и то многие ее не видели. И с этим связаны определенные риски. Так как уже достаточно большая, большие площади гороха сеются, он сеется предшественникам, которые болеют, да, там, пшеница, может быть, кукуруза кто-то сеет. Соответственно, в почве инфекция есть. Эти же самые патогены, которые повреждают сою, пшеницу, они точно так же будут повреждать и горох. Тот же фузырёст, та же резактония, пить он, никуда она не делась. Но горох это сразу не показывает. Мы видим небольшие почернения, там, пятна в прикорневой зоне, но… Никто на них не смотрит. Конечно, конечно. Больше проблем у всех думают, как убрать его или посеять. Но, к сожалению, вот эти пятна на начальном этапе, к моменту вегетации, количество, скажем так, гифов, гриба, который был в этом пятне, так настолько сильно разрастается, что перекрывает, скажем, поступление, проводящие пучки от корней к наземной массе. И горох, если мы заглянем внутрь, да, да, начинает, скажем так, подгнивать на корню и становиться на колени, как говорится. Зачастую причина полигония – это как раз пресловутые корневые гнили. И я бы советовал всем все-таки начать, не пропускать это мимо, обработку семян гороха. Тем более у нас есть новинка в этом сезоне – препарат прекрасного голубого цвета. Я думаю, что вашим семенам он сильно понравится. Я думаю, да, потому как вот такой шикарный горох, когда он лежит, это, конечно, очень неприятно, особенно если пошли дожди. Ну что ж, мы ответили на этот вопрос. Павел, я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты пришел, нашел время и пришел к нам на наш проект. И пожелать тебе удачи. Спасибо, Мария. Рад был видеть. Это был четвертый выпуск проекта «Сингента Хелп». Переходите по QR-коду, задавайте свои вопросы, присылайте фото и видео, и вам обязательно ответят эксперты компании. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...